Винодельческая продукция Он занимается винодельчеством, изготовлением вина, обращается в банк Кубанькредит, который возглавляет довольно известный банкир в тех кругах Бударин, с просьбой получения кредита. Он его получает. Кредит был обложен залогами, причем залоги значительно превышали сумму кредита, но в какой-то момент у него решили забрать полностью все его производство. И много проблем у него случилось в жизни. В результате все дела уголовные, которые были ангажированы, развалились. Осталось одно дело по факту банкротства. Вот ногой считает, что это дело было возбуждено на основе судебной экспертизы. Вот теперь хотелось бы прояснить, кто делал эту экспертизу, имел ли он право на это и чем является сама экспертиза. Вот сейчас попытаемся в этом разобраться. Виталий Васильевич, мы с вами присутствовали на заседании круглого стола общественной палаты по вопросам судебных проблем судебной экспертизы. Хотел бы передать вам обращение от нашей передачи «Моменты истины» по поводу Нагова Асланбия. Как раз проблема заключается в том, что возбуждено уголовное дело по факту банкротства, которого уже нет по результатам судебной экспертизы. Вы знаете, что наложен мораторий на банкротство сейчас, да и у него нет физически. Я хотел бы, чтобы вы с профессиональной точки зрения разобрались в этом вопросе и дали нам свое заключение. Хорошо, конечно, да, рассмотрим ваше обращение. Да, как сегодня мы обсудили на круглом столе, что экспертиза, экспертиза и рознь, эксперт, эксперт, рознь и экспертная организация, они бывают у нас различные. Поэтому, потому и встал вопрос, чтобы провести вот какое-то вот такое мероприятие с органами федеральной исполнительной власти, с органами законодательной власти, с экспертным сообществом. Дмитрий Евгеньевич, мы с вами сегодня присутствовали на заседании круглого стола общественной палаты и говорили о проблемах судебной экспертизы. Я по поводу этого вопроса хотел бы передать вам два обращения от момента истины по поводу Нагова Асланбия. Как раз это касается судебной экспертизы. Как он считает, что она проведена неправильно, неграмотно и не очень понятно кем. Но результатом ее уголовное дело... Мы говорили не только о проблемах судебно-экспертной деятельности в России, мы говорили о развитии этой сферы. И вот наша задача учесть опыт других отраслей экономики страны, наше предложение, чтобы у сообщества судебных экспертов были какие-то горизонты планирования по развитию нашей сферы деятельности. Ну что же, дорогие друзья, мы побывали на заседании общественной палаты Российской Федерации. Мы обратились по делу Нагова Асланбия к Виталию Васильевичу Бегезе. Он сказал, что изучит это наше обращение и даст свои специальные рецензии на эту экспертизу, которая была проведена, по факту которой было возбуждено это уголовное дело. Мы рассмотрели ваше обращение, поверхностно посмотрели эту экспертизу, я и наши специалисты. Но промежуточно можем сказать, что имеется большое количество нарушений при производстве этой экспертизы, которые будут выявлены уже в более глубоком изучении в виде рецензирования. Эту экспертизу обязательно нужно изучить более подробно, написать на эту рецензию. Такие экспертизы не должны вложиться в основу возбуждения уголовного дела. То есть это с нашей точки зрения недопустимо. Недопустимо.